А вот с вами Юлик. Добрый вечер, добрый день, с вами Радик. Смотрим шоу Грешницы на перевоспитании, шоу про эскортниц, которые, я не знаю, что хотят, но говорят, что хотят перевоспитаться, но, по-моему, нихера они этого не хотят. Хотят ебану просто поторговать, потом в комментарии прийти и гадостей написать. Короче, первый выпуск смотрели на моём канале, второй выпуск смотрели на канале Радика, обязательно посмотрите. И третий выпуск мы смотрим на канале Юлика, соответственно. Поехали. Все ссылки будут в описании, переходы по сериям. Да, шоу заебись. Есть гадкие люди, есть хорошие, в общем, есть на что посмотреть. В эфире Грешницы на перевоспитании. Программа, где героини... В прошлом выпуске мы выяснили, что это Сербия. Для которых умение пользоваться своим телом, главу... А, я убедился уже 100% в Сербии, я уже списывал с некоторыми девочками и всё. Я же сегодня вижу, как я делал. По цене сошёлся, видимо, с оборотом. Да-да-да. Ну, мы идём к девчонкам идём, знаешь. Обсуждать всё, да? Да. Доходы меняются по собственному желанию. Такая забавная, она делает вид, что ей не похуй, но у неё не получается. Меняются. Ой, они продают собственное тело, и мне так не похуй. Ведь у меня нет больше ничего в жизни. Кроме пиздатой карьеры, любящей семьи, охуенного здоровья и тела. Ой, мне так их жалко. Пойдёмте дальше, я ведущая. Пойду плескавиться, бахну. Да, тяжело, наверное, делать вид, что тебе не похуй, когда у тебя всё заебись. Мне кажется, у неё сейчас лицо сломается от натуги. Когда, когда? Каналы, приглашайте меня. Я готов быть ведущим. Я готов вам навалить контент. Но я не буду вот так вести. Я типа могу реально навалить. Говорить, хули ты тут устроила? Орать, там, знаете, в чёрном списке. Вот здесь ходить, всё говорить как есть. А ты просто неуправляем, поэтому ты им не нужна. Наверное. Нет, я управляем. Датский принц. Датский принц. Мы просто прикалывались перед записью. Я делал волосы вот так и изображал жертву инцеста европейскую. Принца какого-то такого. Казнить. Нахуй я стал показывать? Я не знаю, что ты как быстро повёлся. Я не знаю, что нахуя мы стараемся. Всякие люди сидят, просто нихуя не комментируют. Просто ага, ага. И ничего там, дохуя просмотров. А мы, блядь, что-то шутим в комментарии, какие-то сценки покажут. Собственным мечтам. Грешницы в монастыре третий день. Участницы реалити просыпаются... Я уже третий день, ну, не знаю, когда выйдет этот выпуск. Я уже третий день пытаюсь собрать подписи в Телеграм-канале, чтобы истории начать туда постить. Ребята, очень хочу продавать рекламу в историях в Телеграме, поэтому, пожалуйста, перейдите, если у вас премиум, проголосуйте, чтобы я мог постить историю в Телеграм. Здесь сёстрами в шесть. Я проголосую тогда, я просто проигнорировал. Такой я друг. У тебя премиум в Телеграме есть? Ну да. Отлично. Собой на территорию монастыря пять самых важных для неё вещей. Для большинства грешниц самой важной оказалась косметика. И сразу после подъёма девушки приходят краситься и конкурируют за единственное в монастыре зеркало напротив душевой. Я жила одной жизнью, где у меня всё было доступно. Я жила в комфорте. Мне кажется, и там только хуже и хуже. Прямо там портится. Да, она вот так сидит, как воробеж всегда. Я ни в чём не нуждалась, а сегодня я живу вообще абсолютно другой жизнью. Холодный душ, воды горящей нет. Вот это наш антифаворит, как это сказать? Какое у неё слово это? Мы её ненавидим. Мразь любучая, блядь. Я не знаю. Меньше всего она мне нравится, поэтому отталкивает. Я видел с ней где-то видос. Она такая говорила, я там занимаюсь недвижимостью. Что ты ещё? Какую, блядь, недвижимостью? Кому ты толкаешь там? А тебя скорее толкают. Да. Волосы, помыться. Зубы нормально почистить хотя бы, не в ржавой воде. Просто какое. Доброе утро, сестры. Доброе утро. Сегодня у нас таковы послушания. Сбор орехов. Недавно фильтр поменял для питьевой воды. Блядь, такая вкусная вода стала. Я просто в шоке. А где поменял? Подраковину? Да, да, да. Или просто вот этот вот, барьер? Не, 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 подраковину. Кури монастыря. Ну, ты знаешь, что... Да, мы научены, мы с тобой же смотрели. Ты же знаешь, что-то у нас сначала надо промыть, провертеть, всё это. Конечно, конечно, конечно. А ты смотри, я приду проверить. Что ты там проверишь? Деньгу мне кинь туда, чтобы я её подобрал. Нихуя в мысле пять тысяч лежит. И ты с камерой стоишь такой, ща, ща, мы его подломим. Пусть Господь благословит нас. Снова? Опять монастырь убирать. Уже всё убрано. Вчера у грешниц обнаружили алкоголь и сигареты, употребление которых на территории монастыря запрещено. Все, кто пили алкоголь, принесённый Анной Ашаниной и Юлией Бали после послушания на рынке, признались в этом ведущей. Вам всем нужно выработать ответственность. Таким образом, вы научитесь сами управлять своей жизнью. Опять её поставили среди этих монашек. Она как гигант выглядит. Её бухгаля дальше. Да, да, да. Она как из Алисы Структики в стране чудес сбежала вот так вот. Как Белоснежка и семь гномов. Ага. И достигать поставленных целей. Принимаете ли вы соглашение? Её прям как будто реально распилили там два человека разных совершенно. Она ещё и ближе к нам стоит, ещё больше кажется. И богаче. Не пить, не курить, контролировать свою речь ради того, чтобы добиться своей цели. Да. С сегодняшнего дня для участниц реалити начинается трансформация, то есть проработка страхов и душевной боли. Все грешницы... В этой серии они вроде как, ну хотя бы некоторые из них должны рассказать о своих каких-то проблемах, причинах, по которым они пришли в Настырь. Я этого ждал с первого выпуска. Ага, конечно, у нас впереди минимум семь серий ещё. Нихера себе! Вот это да. Сознанно пришли в проект для исправления. И у каждой на это есть серьёзная причина, о которой они расскажут своей наставнице во время беседы. Трансформацию пройдут все участницы проекта. А первой пойдёт Аня. Анну Ашанину ждёт беседа с сестрой. Сразу после собрания на Красной площади Анна ушла в церковь молиться, а остальные участницы отправились готовить завтрак. Дорогие мои сестры, девушки, нам Бог послал муку. Сейчас мы будем готовить. Готовить? Да, сестра вам поможет. Хвала, хвала. Ура. На завтрак... О, видишь, по-сервски говорит, спасибо, спасибо. ...будут готовить. Хвала, хвала. ...яблочные штруди. Монахини выпекают по утрам сладкие пироги не больше одного-двух раз в месяц. На праздники, например, после постной недели. В этот день решили сделать выпечку ради гостей. Тем более, что днем раньше грешницы сами собирали яблоки. Сестра сначала показала, как нужно месить тесто, а затем предложила всем желающим повторить. Вызвалась только Анастасия Веская. Кто-то она нам показала? Господи, они что-нибудь не знают, как тесто месить? Это только одна знает, она с деревни вот это. А, реально, это не монахиня, это она стоит, которая... Да-да-да. Это не деревня, я попрошу, там реально 600 человек, там буквально три здания на весь город. Это что-то особенное. Это просто, ну, группа людей где-то в глуши, в дикости. Работать за еду. Ну, прикольно, чё. Ну, в любом случае, это опыт. Ребята, мы ничего не забыли? Забыли-забыли, Никита, про наших хороших друзей. Наших хороших друзей из один... Нет! Про наших хороших друзей из магазина мерча питерской тусовки. У нас есть каузла с красивыми художественными стикерами и картинами. Як-йор с картами Таро и игральными картами. Мус-аутом тату с носочками и стикерами в стиле татуировок. И тепло с уютными романтическими свечками. И всё это без битого стекла. Конечно, по ссылочке в описании. В магазине питерская туса, где также вы можете найти весь наш мерч. В жизни просто так мне всё даётся. Пригодится в жизни. Удивить гостям. Где-то приходится ей ножки раздвинуть. Угу. Шарлык-то сделать не может. Сейчас пошли в ресторан и заказали бы такое блюдо, добавили бы нам туда мороженое ванильное. Тысячи рублей. Тысячи рублей. Тысячи рублей. А это было, насколько вышло? А это без сцены нашими ручками. Это сцена, когда к бабушке в гости приезжаешь. Вот это вот сейчас у меня ты покушаешь, а в городе у себя бы отдал тысячу рублей. А тут черника-то наша. Вот сейчас я как сметаны дам из холодильника, как мороженое будет моё. О, давайте запечём. Смотрите, какой классный получился. По губам, по губам. От такого. Будлятина. Первые два дня я от них сторонилась, мне прям было противно. Всё утро девушки практически не общаются с Юлей Бари. Они устроили бойкот за... Да ладно, блюдлятина, что сложного общаться с... Бледятина. Не, мне кажется, с любым человеком можно общаться. Да выгодала Анастасию Дроздову, рассказал... Ну, у него выбора нету. Я посмотрю, сколько на тебя хватит. Если ты пообщаешься с блюдлым человеком в течение недели, каждый день. Я же ПТУ учился, там разные люди были. Ой, Юля, когда это было? Ну, 13 лет назад. Ой, бля, это же сарказм был. Погоди, а сколько мне лет? 29. Не 30? Может, 30. Не знаю. Погоди. Ты вообще умер уже давно. Бля, мне 30. Ты в коме лежишь, братан. Я просто прихожу... Мне 30, Радик, мне 30! Да я знаю. Везде. Ты в коме, ты в коме. Я к тебе просто прихожу в периодически в больницу, с тобой разговариваю. Всё. Плохо мне на коме. Ты давно в коме. Отключи меня. У тебя нет волос, ты на лосы бритый. Ты просто сосулька на голову упала. Вырубай нахуй. Не хочу так. Сейчас. Присадите меня в компьютер. У нас есть участница, у которой есть электронная сигарета. А, она крысная. А у нас есть крыса участница. Тебе... Не надо мне угрожать. Ты просто взяла и сдала Насю. А почему у неё голос, будто она пьяная? У неё какие-то органические поражения мозга? Что она не может внятно говорить? Мне интересно. А она постоянно яйца во рту болтала, поэтому... Язык занят был. Мозоли на язык. Там не было времени для слов, только для дела. Я всё это сделала по-другому. Для меня это поступило некрасиво из-под тяжка. Если бы она меня не послала, я бы так не сделала. Это ваше личное отношение. Зачем ты это вносишь на общее? То, что я вынесла, это всеобщее. Я вчера у неё просила прощения. Пока девушки выясняли отношения, испёкся пирог. У-у-у! 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 Решение все как? Не надо так? Что делать там? Не знаю. А то, может, больше сейчас станет. Да? Да. У-у-у! 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 Чай, чай сейчас она. Мы ждём чай. Давайте Маши положим. Не-не, у них хрючий. Они прям поливают водой. Примешивают. Чай, заваривают. Всё, готово. Спасибо, Маша. Длин, ну интересно стало мне. После завтрака в келье участниц ждали комплекты новой цветной одежды в дополнение к чёрной. У-у-у! А, девчонки! Что это такое? В новых платках. Вы прикиньте, мы как радуемся платочком вас. Мне дискотеку. Ой, я так рада! Я так рада! Господи, наконец! Как называется, когда нули у денег убирают, динаминация? Да, вроде бы. У них динаминация потребностей произошла. То есть им нужно было много, но от этого ограничения их теперь и меньше радует. Это так совсем работает! Представь, у тебя не будет год без секса, ты руке будешь рада. И там даже без нолика. Тима, господи, если ты меня слышишь! Спасибо, господи! Спасибо большое! О, у тебя вообще бордовая! Аааа! Ну и девка большая, она тоже? Нет. Я ушью, девки, у нас же есть эти иголки с нитками. Спасибо большое! Она мне нравится. Она всё может вообще, на все руки. Чего она уехала? Открыл бы свою ферму. Не знаю, нахуй она этим занялась. Реально толковая. То может, это может, ведётся нормально. Да, хозяйка! Как мало надо человеку для счастья, правда? Да вот просто люди бывают говно, а бывают не говно. И тут ничего не поделаешь. Кем бы ты ни родился, что бы ты ни делал. Ну ничего с этим не поделать, такое чувство. Начинаешь радоваться каждой мелочи. Вообще радоваться каждой мелочи. У меня вообще складывается такое впечатление, что какие-то человеческие качества тебе раздают заранее, знаешь, какими-то силами. И мы живём как будто в какой-то игре. Уже как у человека, у каждого есть своё качество. Ты просто бывает же, даже встречаешь людей, я уже об этом говорил, прям одинаково, идентичны к похожим чертами, характерами. Ты уже примерно понимаешь, что он будет делать в будущем. Врёт он тебе, не врёт, или что говорит правду, с ним можно общаться, нельзя. В этом и есть радость. Теперь ты понимаешь, почему через скорбь ты приходишь к радости, когда у тебя чего-то нет, да? Да. Сегодня участницы вместе с сёстрами будут выполнять два послушания. Собирать фундук в монастырском саду и убирать навоз в конюшне. От послушания освобождена только Анна Ашанина. Сегодня её ждёт личная трансформация. Классно. Анна Ашанина, 27 лет. Содержанка с трёхлетним стажем. Анна родилась в городе Пенза, в семье конвоира колонии и рабочей завода по разливу минеральной воды. Когда Анне было 6 лет, её родители развелись, и папа сразу ушёл к другой женщине. Сначала, когда папа с мамой развелись, папа как-то старался со мной общаться, но это очень недолго было. В итоге я не чувствовала отцовской поддержки, отцовской заботы вообще никак. Ни финансово, ни морально. Маминой зарплаты не хватало на жизнь и дать... По итогу нашла себе папика. И получает поддержку орально. Анально. На еду. Ты знаешь, папа меня в детстве не бил по попе. Теперь другой папик. Что нам есть. Я помню, как больно было маме. В тот момент я сказала, что нет. Я так жить не хочу и не буду. Анна окончила Пензенский государственный университет по специальности аудит. Работала менеджером банка... Ебать, столько бабок можно грести. Аудитором? Мне кажется, да. Ну, она решила ауклитером работать, я не знаю. Решила строить карьеру в Москве. Что-то пошло не так. Просто, прикинь, с мужиком сидишь в бане, пиво пьешь в общественной... Он сидит такой... Я же это, блядь, проститут нахуй. Чего? Да-да. Отучился на сметчика. Думаю, да ну нахуй, пойду. Блядь, по кочкам. Так и есть. Ты никогда не с проститутом не общался? Нет, сметчик охуенная профессия. Я общался там с инженером, он стриптизер такой... Стриптизер зовут. Он просто... Он стриптизер, протирай, проститут. Вот, и так же стояли, курили, так... Зачем ты занимаешься? О, тоже, я тоже инженером. Отучился, правда. А так, с трепухой, ну там, если что, как там, мужья своим жёнам покупают. Я говорю, тебе не кринжоут? Да там по-разному. Они сидят, бывают, смотрят, как я её там... Либо наоборот, короче. Я такой... Прикольно, говорю, у тебя работают. Ну да, не жалуюсь. Нихуя себе. И пять лет назад переехала из Пензы. Но в банк устроиться не удалось. Тогда Анна пошла работать хостес в элитный ночной клуб, где познакомилась со спонсором. Им стал владелец сети магазинов мебели. Мужчина даёт Анне от полумиллиона... А, ну она не эскортница, она... Содержанка? Да-да-да, это другое. Не считая дорогих подарков. Хорошо, ладно. Мы будем теперь клеймо ставить сюда, содержанка, эскортница? Да-да-да. А, окей, окей. Ну слушай, многие женщины не любят свои... Многие женщины и содержанки? Нет, многие женщины не любят свои вторые половинки, мне кажется. Просто терпят этих лбоёбов. Это то же самое. Я думаю, и наоборот точно такая же реакция. Есть такая статистика у меня тоже, что мужчины тоже не любят своих... Ну так, принято, живут, потому что, ну надо, привыкли, всё, никуда не деться. Поэтому содержанка вполне себе может вписаться в естественный образ жизни. Можно жить в свой кайф. Красивая машина. Ну такой подарок, 4 миллиона практически обошли. У них прям вся гиперфиксация какая-то на вещах, на шмотках. Она не знает, сколько стоит. Она Бентли сказала, 4 миллиона стоит. Подарок, подарок 4 миллиона. Ну, хорошо, что она не знает. Она знает, что у неё может быть Бентли, но она не знает его цену абсолютно. Ну, придёт она за хлебом в пятёрочку и скажет. 10 тысяч. Нарезной. Ну, понятно, что за что я тут плачу, потому что нарезной. Так и живут. Что-то я хотел сказать. А, всё, фиксация у них жёсткая. Вот у меня тут вещи, эти вещи. А, планеты, да, я согласен. Да, прям очень. Потому что нечем кичиться им. Они вот, у них точно такой же коллектив собираются. А что тебе подарил вот так вот, знаешь? И вот они между собой общаются на эту историю, и вот там ценник. Всё, Ань. Вот Ире подарили за 6 миллионов. Значит, ты меня не так сильно содержишь. Я думаю, вот такой какой-то акцент. Ту квартиру мне подарил мой молодой человек. Серьги брендовые за 250 тысяч рублей. Что-то как-то скудно, блядь. Как будто начинающий рыбак. Две блесны и пару крючков. Ну, какие твои годы. Смешно. Другие в районе 300 тысяч рублей. Самая... Да, покажи мне блесну за 300 тысяч. Такая, ебать, судак на неё прёт только так. Моё вложение в себе я уже сделала. Это моя грудь. Да, я делала грудь у очень хорошего хирурга. Операция стоила полмиллиона рублей. Всё круто. Ухаживание, подарки, квартиры, машины. Но есть и другая сторона. Медали. Праздники он проводит не с тобой. Иногда мне очень хочется ему позвонить. Посреди ночи у меня тоже бывают нервные срывы. Меня разрывает на части, когда я понимаю, что я не единственная. И сейчас этот чел сидит с своей женой и смотрит это шоу. Она такая, слушай, что-то много совпадений, Андрей. Какие? Ты тоже директор мебельной фабрики. А, она говорила, да. Ты постоянно куда-то отлучаешься. Он такой... Бля, а что, мало директоров мебельных фабрик? Ну, прикинь, просто совпадение. И она его где-то видел, знаешь, лайкал он ей или что-нибудь такое. Это вообще пиздец. Он такой, да бусинка моя. Посмотри на неё, какая она страшная. Ты что? Ты что? И в этот момент она звонит. А что, если бы была красивая, значит, можно было бы? Я тебя услышал. Тебя услышал. Или наоборот, я тебе говорил, Андрей, не пались, блядь. Сколько можно? Тупой, блядь. Как ребенок. Да я честно, я не специально. Нахуй ты ей говоришь, где ты работаешь? Поль в том, что мне нужна. В смысле полмиллиона, блядь. Ну что, ебанулась, что ли? Это её мужик или это её семья? А, я думал, она фотку мужика со своей семьёй поставила. Нет, нет. Я же охуел. С фоткой с этим мужиком и его семьёй. Прикидывала с продавцом мороженое. А можно с вами сфоткаться? Вот такая красивая семья. Да, вот так посмотришь в окружении родни. Хорошая девушка обычная сама. Ну, с отделанными сиськами. Ту боль и недостачу любви. Ну, это неплохо. Которой мне не хватило от родителей. Ну, ты такая интересная, конечно. Не дополучила любви от отца. И в итоге ты... Вместо того, чтобы дополучить любовь от отца, ты стала содержанкой. И не получаешь от него любовь. Получаешь только бабки. Что за хуйня? Расстанься с ним. Может быть, от отца нужна была любовь? В виде денег? Ой, от отца нужно было... Деньги нужны были. Хуйня какая-то. Значит, ты и папу не любила? Реально. После развода мать Анны вышла замуж второй раз. Отчим относился к Ане как к родной дочери. Первый отчим... То есть, проблемы нет? Погоди. Может быть, что-то и есть? Мне заботятся. Может, ты на велосипеде учился кататься на санночках? Отправил меня на танцы. Всегда следил, чтобы я ходила вовремя на танцы. Чтобы я не пропускала. Я занималась балетом. Но потом... С мамой не расстались, потому что отчим ей изменил. В тот момент я почувствовала... Со мной. Это пиздет. Мужчина может предавать. Потом у мамы появился другой парень. Через год после второго развода мать Анны начала жить с новым мужчиной. Он абсолютно неизменяемый чувак. С тех пор два года моей жизни превратились просто в ад. Он превратил друга, они бухали. Когда Анне было 15 лет, произошло событие, которое разрушило ее отношения с матерью. Я стояла в форме, собиралась, мама ушла на работу. Тут заходит, значит, этот господин. Лезет мне под школьную юбку и говорит, а сейчас я проверю, какая ты девственница. Пиздец. И мамы рядом нет. Я просто в истерике. Беру нож и просто на отмашь ползанула по груди. Он моей маме, когда она приходит с работы. Я не знаю, что он тогда ей сказал, но суть в том, что я получала опять таких... Да как так-то, блядь? Почему ты веришь какому-то ебару, а не собственной дочери? Я тоже в аху. Почему часто матери не верят своим детям? Потому что, блядь, это же твой ребенок, первым делом тебе побежит жаловаться, скажет, мама, меня пытались, ну, обидеть. И мама такая, что ты, блядь, придумываешь? Ты же, блядь, тупость какая. Ебанутая мать. Он не может так. И чел ебанутый. Моя родная, единственная мать, не спрашивая меня ситуацию, что произошло, обвиняет меня в мой мир, просто ушел из-под ног. Я просто развернулась и ушла из дома. Вот за этот момент в своей жизни я не могу простить ее до сих пор. Анна ушла из дома ночевать к родственникам. Узнав о произошедшем, все близкие встали на ее сторону. Но мать прогнала обидчика Анны только через год после того, как он избил ее. Пиздец, так тебе не надо, наверное. Анны формальные отношения с матерью. Звонки раз в месяц, поздравления друг друга в дни рождения. Десять лет Анна хочет поговорить с матерью о том, что произошло тогда, но до сих пор этого не сделала. Анна хочет изменить свою жизнь и... Ой, там будет отмаза тупая, понимаешь, он мне так сказал, я его любила. Ну, понимаешь, ты ушла, ты уже была взрослая, ты за себя могла отвечать, ты все это знала. Поэтому я не переживал, такая хуета в уши просто. Стать быть содержанкой, но не может сделать рывок, потому что чувствует себя беззащитной, без тыла и без возможности на кого-то опереться. Я хочу, чтобы мои отношения... В смысле? Оперись на хороший сделанный диван. Мужчины. Мамы изменились, стали более теплыми и открытыми. После этого я стану более уверенной в себе, буду знать себе цену внутреннюю, как человек, как женщину. Именно ради того, чтобы решиться на два главных шага в своей жизни, на примирение с мамой и на выход из отношений спонсора и содержанки, Анна Ашанина пришла на проект. А надо было просто купить билет в Пензу. Все, вопрос был бы закрыт. Анечка, когда... Человеку плохо, он понимает, что в душе есть какие-то проблемы и очень сложно. Она сидит с таким видом, как будто ее вообще похуй. Давай, лечи. Давай, давай. У меня же психологов этих было. Сейчас бы лирики бахнут. Избавиться от проблем, не проговорив их. Давай сейчас вспомним твое детство. Каким оно было? Оскара. Ну, не самому приятному. Потом моя жизнь превращается в ад. Когда это произошло? Вторые дети начинают сургаться, драться. Я видела боль, слезы. Жесткие связки. Типа слева, справа, снизу. У ворот, уклон. Снизу, сбоку. Извиняй. Я тема для шуток. Ну, если бы вы поплакать хотели, я не знаю, включите хатик и посмотрите. Не реакт на этом канале. Если кто меня осудил, вы просто придурок. Вы не там находите. Я тебя не осуждаю, Юрий. Мы сюда заходим посмеяться. Мы все здесь смеемся. Я не могу их за это простить. Испорченное свое детство. А ты разговаривала с мамой? Там было не поговорить. Это просто были драки. Драки, слезы, обида. Появился... Машка сидит такая, блядь. Я думаю, не знаю, игрушку твою сломали. Я не знаю, как с тобой хуйней вообще разбираться. Сейчас она дальше расскажет вообще охереть. Через какое-то время у меня было лет 15 до 15. Просто мужчина. Любовник я. Я надеюсь. Да простите меня, Господь. Я не могу по-другому говорить. Я надеюсь, что его жрут сейчас черви. Я знаю, что так нельзя говорить. Что? Почему? Можно так говорить? Не можно. Ты же не сказала, чтобы он сдох. Да. Ты сказала, чтобы его съели черви. Ели же его черви. Надеюсь, что едят. Ну, может, едят. Мало ли что. Ты не бери на себя такую вину. Все хорошо. Самое ужасное сделала этот мужчина. Может, у него глисты. У меня жрут черви реально. Я надеюсь, что он пытался проверить, девственница ли я. Ну, тут тоже вопрос. Вдруг он гинеколог был. И решил просто, ну, зачем ходить девочке к врачу? Я сейчас холодным способом. Чайки травму сделаю на всю жизнь. На всю жизнь, да. Вот будет. Зато. Зато бесплатно. Реально. Сколько? Две минуты и травма на всю жизнь. Поломанная судьба. Ебанусь. Да и пяти секунд хватит, если не меньше. Ну, я стояла на подоконнике. У нас зеркало было на подоконнике. Я собирала школу, опаздывала. У меня начинает краситься. А у меня на подоконнике еще зеркало лежало, лежали шипчики для бровей. Он берет эти шипчики и говорит, сзади меня вот так позади встает, поднимает мне юбку и говорит, сейчас я проверю, какая ты девственница. И как ко мне подойти, он положил на мой стол нож. Я беру этот нож и на отмышь прям его полосу такую сделала. А маме ты сказала? Сказала. Представляете, он сказал, что я его просто полоснула. Ножом за то, что он зашел в мою комнату. И мама ему поверила. И мне было тут так обидно и так больно. Я не могу ее простить. Внутри. Я пытаюсь. А что ты считаешь, нужно сделать, чтобы ты ее простила? Я не знаю. Поговорить, да? Сегодня Анна Ашанина пройдет путь исцеления, ради которого пришла в монастырь. Мне кажется, сейчас уж обиды могут такие не пройти. Типа, знаешь. Я не могу понять, представить. Ну, да, да. Она же все-таки была тогда ребенком, сейчас уже выросла. Она, конечно, может отпустить это все. Но все равно, что рано или поздно опять это будет возвращаться. Прям такая большая. Как бы она уже не вернется в прошлое. И ребенком себя не спасет. И мама там не будет рядом. Это прям долго-долго. А тем временем остальные девушки отправляются собирать фундук в самую дальнюю часть монастырских угодий. Ореховый сад. Пешком идти далеко и долго. Поэтому все поедут на грузовике. Раз цветали яблони и груши. У меня будильник такой стоит. Туманы над рекой. Выходила на берег Катюша. На высокий берег на крутой. Девочки, кто-нибудь грыз орехи зубами? Конечно, да. У меня винир сломался один от этого. А я не грызу зубами, потому что... Потому что виниры дорогие. Но у меня они не супер дорогие, не самые. Оно и видно. Рот где-то 200 с копейками. Ну да, не надо грызть орехи. Да, не надо. По дороге в Ореховый сад девушки обсуждают самые насутые... Вот это разговоры суперинтересные. Кто-нибудь грыз, я грызла. А я не буду грызть. Ну и не надо. Две малашки такие, господи. Хорош, что с ними будет? Для моего, например, мужчины важна стройность. 49 килограмм. 49 килограмм? Это 49, да. А сколько ты сейчас весишь? Я вешу 58. Так она была толстенькая, ей мужик операцию сделал. Да, я вообще-то была толстенькая. Он мне сдал от бабок на операцию. И сказал, иди, все дело есть. Но мне он тоже давал деньги на операцию, на липосакцию, чтобы жир, короче, в грудь. Но я сказала, что нет, я постараюсь сама это сделать. Сама жир перекачать в грудь. Нет, я видел ее инсту, очень хорошо она выглядит вообще на самом деле. Ну, конечно, это инстата, мало ли что может быть, но очень хорошо выглядит. Прям респект ей. Я даже не могла подумать, что орехи на деревьях растут. А ты думала, где орехи растут? Типа на земле. Ну вот сегодня у вас есть шанс с этим познакомиться. Да чем нам это пригодится? Сейчас пожрем, девки. Сестры, рассредоточьтесь. Ваши две полосы. И ваша задача собрать здесь орехи. Сколько? Все, которые здесь есть. И на полу, которые тоже собирайте. Самые зрелые на полу. Ой, она шла один, смотри. Удачи. Орешки – это молодость. Говорят, что надо по несколько орешек. Орешки – это жир. И будешь молоденькой всегда. Очень внимательно, чтобы не было пропусков. Ну, что-то не видим, ничего. Под кустом посмотри. Если опали, подними. Девочки, а скажите, пожалуйста, кто-нибудь вообще любит рапу? Никогда не думал, что мы будем делать реакцию, как где собирают орехи в поле. Я сейчас сижу, думаю. Что за бред? Что это такое? Им реально подскажут. Вот там, под листиком возьми. Мы такие. Да, тяжелые душевные проблемы. Интересно, да. Конечно, да, интересно. Женщина должна украшать этот мир. И делать, что она хочет. Мы рожаем. Какая работа вообще? У нас месячные. Так что работать должны мужики. Согласна, Настя. Такой мужик тебя терпит. Грешницы вместо того, чтобы выполнять задачи. Говорил, что на колени не встанет. Уже почти на колени. Ну, не говорил, у нее там звезды набиты. Сестрами болтают, идят и продолжают мстить Юлии Бали за то, что она рассказала ведущей и сестрам, что Анастасия Дроздова курит на территории монастыря. Юля, а у тебя что, серьги? Да, 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 не надо трогать. А что, почему мы все без сережек, а ты с серьгами? Ну, мне не сказали снимать. По-моему, все здесь равны. Ну, ты что из нас делаешь, что ли? Почему ты не слушаешь, что говорят? Я вообще их никогда не снимаю. Никогда не снимаю. Ну, то есть ты считаешь нас злохушек, да? Что мы должны как... Напоминает какой-то, знаешь, советский фильм про женщин-тюремщиц. Опускают кого-то. Слушай, у тебя серьги все время. Все из-за нее. Ну, а как бы предъява вообще справедливая. По факту, да, по факту. Я не считаю злохушек. А ты одна у нас королева. Девчонки, я вас не боюсь. А мы тебя пугаем, что ли? Иди сюда к культуре. Кто тебя угрожает? Кто тебя угрожает? У меня было ощущение, что на меня... Я вас не боюсь. И серьги так это. Я вас не боюсь. Вы меня не запугаете. Сегодня напало стадо шакалов, которые вот так вот гавкали. Хотя я всего лишь придерживаюсь правил, которые нам здесь дали. Девчонки, я предлагаю скинуться всем в одно ведро. Давайте. Ну все, я домой, я все собрала. В чистую юбку, ну ладно. У тебя карманы в курсках есть. Девочки, я вас спрашиваю, можно я у тебя орехи забираю? Сестра Вера. Настя опять берет без спроса. Настя. Какая настукачка вообще ужас. Зачем она это делает? Она точно школу не закончила. Ее там выгнали за стукачку. Даже учителя говорят, слушай, Юль, ну не по понятиям живешь. Ей богу. Можно же спросить? Я не могу же это слушать. Просто главная крыса в классе. Плюститель порядка среди участниц снова обратилась за помощью к сестре и не дала без спроса Анастасии Кукаевой присвоить часть орехов. Если дальше Бали будет открывать свой рот и говорить, назвать меня какой-то воровкой, что я что-то там украла, она просто получит по своей белокурой башке. Не, ну реально, что она варует-то орехи? Нахера, это орехи и разве на продажу? Часть на продажу, часть им. Ну зачем? Они что, одно ведро только собрали? Мозги. Тихо, я зацепилась. Они реально ради полуведра ехали на край монастыря? Что за глупость? Столько бензин сожгли. Реально. Трактор причем ехал, не какая-то легковушка. Какой продакшн. Не то что. Зачем ты так кажется? Я пошутила. Да я тебя вообще не толкнула. Так, все, 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 все. Давайте. Наконец-то. Они так жизируются просто. Я просто боюсь, что кто-нибудь упадет из них. Ну все. Отпусти его. Кулаки так близко находятся от лица. Да, они вместо того, чтобы драться, толкаются просто. Буквально. Ты даже понимаешь, что ты призыв к действиям сейчас. Нет, нет. Говоришь, ты сейчас поддерживаешь насилие. Я не поддерживаю насилие. Чудак, чудак, такие кулачки маленькие. Да дай ты в ебальник. Просто буквально, если замерить, раз, два, три, сколько? Тридцать сантиметров, что ли? Ну тридцать пять от кулака, да. Чего бить кулаком в лицо? Да. Неприятно же это? Неприятно. Но тому, кто кулаком бьет, тоже неприятно. Ты первые два одара неприятно потом не чувствуешь. Это одинаково неприятно и тому, кто бьет, и тот, кто получил. Ну смотри, как попасть. Блин. Кулаком все равно больно. И вот хуй знает, что дольше будет заживать. Дольше будет рука заживать, чем на лицо. Там реально тебе и руку ломал. Она продолжает путь изменений. Во время беседы с сестрой Татьяной оказалось, что Анна пришла на проект... Че-че? А если в лоб попадет человек? Вообще бездельно. Блин, там просто... В лоб вот так сложится. ...становить отношения с ней. Наталья Давыдова пережила кризис в отношениях с матерью, но смогла с этим справиться. Именно поэтому ведущая может помочь Анне простить маму. Как? Знаешь, я тебе расскажу историю. Жила-была одна девочка. Мама с папой поженились, когда были совсем молодые. Это была очень большая страсть, очень большая любовь. Но, к большому сожалению, папа начал увлекаться запрещенными веществами. В этой его жизни, в принципе, места не было в семье, детям. Слушай, нет такого ощущения, что ее в кадре не то что даже сильно красят, а вот прям как будто накладывают фильтр на ее лицо. Нет, почему тебе так кажется? Как-то замылена, как будто бы она. А, слушай, да, вот есть такое впечатление. Может, то есть кожа в начале чистая? Она же по здоровью там горит, зошь и все такое. Мальчик этой девочки с ним прожила лет, наверное, до шести. Не, не мыли, там видно волоски. У нее реально очень гладкая кожа, очень чистая. Потом они развили. Надо подписаться на нее. Мама вследствие, знаешь, таких. Она такая, секрет моей светлой кожи, это килька в автомате. С детства я ее ем каждые два дня по одной баночке. Идеально. Наверное, ожидание от жизни. Надо чуть еще, чтобы залило. Обид, в том числе, на своего мужа, из-за которого рассыпались ее мечты. Она начала направлять всю свою агрессию на ребенка. И она напоминала, что дочь похожа на своего отца. Она видела в нем только в своем ребенке, а знаешь, только плохие черты своего бывшего мужа. И эта девочка росла в этой семье. Единственной ее мечтой было побыстрее вырасти, чтобы оттуда уехать. И вот она выросла, стала успешной женщиной. И все ее мечты реализовались. Но она продолжала жить в обиде. Буквально ненавидеть свою мать за то, что та украла у нее детство. Их отношения ухудшились настолько, что в какой-то момент они даже перестали общаться. Эта девушка, это я. Да ладно? Я только подумала. Я начала читать. Вау! Да ладно? Вау! В различную психологическую литературу. И тогда я начала по-другому смотреть на свою мать. Как на простого человека, который ошибается, может быть... Надо просто рассказать и чай с конфетками попить. Все. Обида, боль, внутренняя ваше проявление. Мне тоже было хуево. Тоже, вот смотрите, я буду скоро продавать свои курсы, запускать. Надо подписаться на мой Телеграм-канал. Я буду придумывать истории боли своей жизни. Вы мне будете рассказывать. И потом, как бы, в заключении будем пить чай с печеньками. В заключении нужно будет купить курс. Да. Ради-ка открыл стрит-теллинг сейчас. Вот. Юлик, как бы, потом своему онлайн-косудистацию будет проводить. Я не буду работать за тебя. Ты че? Будет, будет. Бравым, который испытывает свою собственную боль. Это было очень сильным шагом. Когда я позволила себе, наконец-таки, отпустить обиды, отпустить вину, я начала себя чувствовать совершенно иначе. К концу проекта, что бы ты в итоге хотела получить? Уверенность в себе, что я могу прожить без него. Ведущая помогла Анне Ашаниной понять, что такие ситуации в семье не препятствуют к счастью. И взрослый человек в силах... Все, 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 проблемы решены. Так быстро. Все? Ты че? Уже у 40 минут хронометража. Нет времени, много разговаривать. А ну-ка, давай, перевоспитывайся очень быстро. Каким ты видишь дальнейшее развитие ваших отношений? Я не знаю, как я без него буду жить. Мне очень сложно это представить. Допустим, его нет. Вот что ты потеряешь при расставании с ним? С кем. С кем с ним? С кем с этим? С кем с этим? Да. Вопрос даже не у мамы, понимаешь? Проблема в том, что мебель уедет, все из дома. Деньги кончатся, там, не знаю, все пропадет. Деньги. Деньги. Работать не пробовали, я не знаю. Пробовали. Не понравилось. Не понравилось, да. Ну, другого мужика найти. Аудитом же она занималась. Квартиру же подарил, подарил. Что там еще? Машину подарил, подарил. Продашь, что покрутишь, бизнес вложишь, там, ВБ, не ВБ. Все, там, инстурус крутишь, нормально двигаться будешь. То есть он тебя полностью обеспечивает? Да. А ты задумываешься над тем, что если он завтра исчезнет из твоей жизни? Да, это же вообще не гарантия, что он может уйти. Он просто скажет, слушай, я нашел моложе, красивее. Вот как бы я тебе все сделал. Он скажет, я все расскажу жене. Я все расскажу твоим детям. Скажет, да, блядь, рассказывай. Что хочешь делать вообще? Она такая, да, в смысле? Я была уверена, что у меня есть защита. Там мне похуй вообще. Я думаю, она все прекрасно понимает. Конечно. Как ты будешь себя обеспечивать? Я хочу сама работать, зарабатывать деньги. Ну, во-первых, у меня есть небольшой доход. Он маленький. Какой? Я модель, фотомодель. Я беру деньги за съемки. Сколько ты зарабатываешь в месяц? 1060. Нормально. Нормально. А Шанину вот уже 5 лет содержит женатый мужчина, владелец сети мебельных магазинов в Москве. А сколько он тебе дает? 970. Буф. Да. Тяжело будет. Ах, ты-то моделик нужен. Тяжело будет. Да, да, да. С миллиона 30 тысяч до 60 вырезаться. Да, надо подумать здесь, что он тебе не поможет. И боится остаться с зарплатой в 60 тысяч рублей без чьей-либо поддержки. Залетет. Впереди у грешниц уборка навоза в конюшне. Монастырь находится в добрососедских отношениях с коневодческим хозяйством. Сестры убирают загоны и за это получают деньги на нужды монастыря. Надо, чтобы шел было морозать, им нужно еще, ну, как бы, другие советы, вредные советы давать. Типа, тебе не нужно с ним расставаться, тебе нужно от него залететь. Да. Он может даже не согласиться, но когда ты родишь, он увидит ребенка, и ребенок будет расти, он уйдет к тебе. Скажи ему, пусть купит тебе машину. Вот пусть будет хоть какая-то гарантия, какие-то денег. Это полностью твой пласт сейчас. Слушай, она зарабатывала, могла бизнес запустить небольшой. Могла копить хотя бы на какой-то период, чтобы была баночка с бабками. Конечно. Легко приходят, легко уходят, поэтому нету понимания. Ты же знаешь, как это работает. И Анастасия Дроздова. У вас один инструмент на двоих. Мы вам даем грабли. Вот попробуйте найти общий язык так, чтобы все работали. Сейчас вы будете дойти пони. Не-не, они ничего не говорят, одна сидит уже такая. Я знаю, я знаю, как это делать. Мы же уже дали. Да, та, которая с деревни. О, кумыс, кумыс. Миром. Сестра Алла поставила Юлию Бали и Анастасию Дроздову в пару, чтобы девушки смогли помириться. Да. Анастасия злится на Юлию Бали за то, что она вчера рассказала сестрам и ведущей о курении электронной сигареты на территории монастыря. Ксения и Маша, у вас лопата на двоих. Ксению Романову и Марию Веселову сестры также решили поставить на одно послушание, чтобы дать им возможность найти общий язык. Ксения – самая прилежная из всех девушек. Это многих раздражает. Но больше всех свое раздражение проявляет Мария Веселова. Она называет Ксению шестеркой и даже бросила в нее бутылку. И, Анастасия, Анастасия, ваша задача – привести эту территорию в порядок. Надо сделать все по совести, с мудростью и терпением. Пошли, у нас ждет. Что там убирать, я не понял. Сапить херню какую-нибудь выкинуть. Лопаты ударить друг к другу. Анастасия Кукаева в очередной раз превращает послушание в балаган. Настя, аккуратно, платье, юбку. Чтобы все чисто было. Куда нести, говори. Куда говори. Куда, прямо, направо. Давай, давай, еще, 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 еще. Кидай. Куда? Вот здесь. Главное не видеть. Я могу это сделать, мне главное не видеть просто. Ты все раскидал. Это же как без планшетов и телефонов можно веселиться. Просто лопаты и вот говном в разные углы раскидывай. Селуха. Бэ, надо использовать детокс. А не собрала. Нормально. Вот, молодец. Да, бля, я прям не могу смотреть. Мне прям хочется, чтобы она больше зачерпнула. Нет у тебя такого? Я прям не могу. Мне хочется отнять у нее лопату и самому все это говно убрать. Смотри, как надо. Еще потом убрал, и лопатю вот так все доскрежет по земле провести. Не могу. Я эту тему научился контролировать, потому что у меня в детстве батя все время такой, помоги там эту, сделай, вот, знаешь, вот, берешь там лопатой. Он такой, да, блядь, вот так надо, вот так. Я такой, ну, давай сам, все, иди отсюда. Пап, давай помой машину. Ну, давай помой, красавчик. Я такой, да ты, блядь, моешь, блядь, давай сам помой все. Я ничего в детстве не делал, потому что делал все плохо. Так и не научишься никогда. Да, блядь, пришлось научиться. Не, мне говорили, ну, типа, ты как посуду помыл? Мой еще раз. Я вот помню один раз, что меня заставили перемой. Не, мама меня пиздила. Не, я один раз помыл, вроде и нормально стало. Ну, как они чистят эту... Поэтому ты купил посуду-мойку. Тюх, тебе на майбах осталось. Ну, давай. Ладно. Вот, 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 хорошо зачеркнула. Опору нашла. Все, мы красотки, мы будем сказочно богаты. Давай. Сраться. Анастасия Кукаева и Анастасия Веская справились с заданием быстрее всех. Все грязное сено было собрано и аккуратно сложено. Задача Ксении Романовой и Марии Веселовой убрать свежий навоз в изгороде. В этой паре девушек работает в основном Ксения Романова. Они так медленно все делают. Четыре какашки убирают. Там реально вот этот дворик, сколько... Работы на час максимум. Учитывая, что их там шесть, это можно минут за двадцать сделать. У них лопат, конечно, мало, но все равно. У них даже лошади маленькие. Они за ним только выбираются. Какашки маленькие. У собак некоторых больше говно, чем у пони. Кто это сделал? Наверное, это от стресса. Я думаю, они испугались, чтобы мы были богаче. Они испугались наших конфликтов и решили наложить заранее, нежели мы с ними будем состязаться. Да, да, да. Он как будто накуренный просто. Я думаю, нет, да. Неприятно слышать. Да. Мне кажется, может, они просто хотят, чтобы мы богаче были. Я боюсь, что он мне в лоб отстрелит. Я буду играть, представь, что я играю в гольф, в гольф. Я бы так взял бы, на самом деле, палку, вот такой какой-то пруд. Вот какашку у Сэба так намотал бы и вот ей так... Ой, ничего себе, ты вспомнил. Да, так же грязью можно кидаться. Да, да, тут говно. Подожди, подожди, подожди. Это не метрично. Зовите меня играть в гольф постоянно. О, орехи есть, даешь. Блин, вот это ты, конечно, воспоминания открыл. Глину так лепить на палку. У меня просто не было этого в голове до того момента, пока ты не сказал. А так, да, я вспомнил. Я вижу круглую грязь, круглое дерьмо, сразу хочу налепить на палку. Стасии Дроздовой выполнять задание труднее всего. Обе девушки не скрывают своей неприязни. Для других грешниц их тандем – это шоу. Девушки с интересом наблюдают за ним. Там чел тоже наблюдают. Боже, зачем меня поставили с тобой? Как такое могло случиться? Я просто не представляю, я и Лариса, это вообще... Как? Во-первых... У меня вот сестренке, 6 лет, она точно так же себя ведет. Боже, я не представляю, как это... У тебя сто дома одни макароны? Я не верю в это, я не верю. Я думаю, так, ладно, это просто ребенок и не мой, слава богу. Лариса, ты меня только что называла по имени, у меня есть имя Юля. Я тебе предлагаю его запомнить и выучить, Настя. А во-вторых, нас поставили, потому что... Либо я тебе ебну. Потому что нам нужно с тобой проговорить о страшной ситуации и к чему-то прийти. Предлагаю не говорить, а просто заливать демище. Нет, я предлагаю начать назвать меня по имени и относиться ко мне уважительно. Хорошо, Лариса. Нет. Не хорошо, Настя. Давай грабли. Нет. Ты не получишь грабли, пока не будешь называть меня по имени? Ну, капец, грабли не дают. Тогда не буду это делать. До свидания. Нет, ты будешь это делать. Если у меня есть пока, ты не научишься. Елена Бали не умеет решать вопросы. Да, но это еще дурнее. Я реально как ребенок себе. Та, если глупая, то та какая-то вообще непонятная. Я тебе не дам грабли, пока ты не будешь называть по имени. Ну, не надо мне грабли. Нет, ты будешь брать грабли. Как уебет ей грабля. Да. Так всегда. Настя все время отлынивает от работы. Я все говорю, давай грабли, я поделаю что-то. Ну, давай, называй меня по имени. Блядь. И это задание нам дали, чтобы... Меня бесит этот долбоебизм. Меня тоже. Это прям... Хорошо, Лариса. Это просто... Нет, я не Лариса, Настя. Хватит издеваться и... Пожалуйста. Юлия! О! Юлия, Юлия, Юлия! Вот, молодец, я отдаю тебе грабли. Я Лена. Оп. О, оно воняет. Это же пиздуло. Да оно не так уж и воняет сильно, знаешь, после навоза с коровниками, это вообще light. Я считаю, что это просто чудесный подарок сегодня, реально. Ты же не была в навознике? Давай, твоя очередь, моя хорошая. Моя дорогая. Я не моя хорошая, я Юля. Лариса. Я не буду мести, пока ты не научишься, но разговариваешь. Юлечка, возьми, пожалуйста, грабельки. Ну вот и все можно. Только все равно, мне кажется, делаешься издевкой. Но я думаю, Настя, пройдет время, ты подойдешься ко мне сама еще и извинишься за все. То есть если бы ты сразу дала сигарету... Чего стоишь, убирай. Подожди, этого конфликта не было бы, как ты считаешь? Слушай, у тебя вообще не должно касаться, что у меня в руках. Да или нет, Настя? Настя! А чего у них все время лицо красное? Хуй знает. Курить хочется. О, ты смотри! Тебя там прям кулачка... Они услышали тебя, братан! Что-то пытаются делать. Все, 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 все. Застреляю, кому не... А, это же девушки. Я хотел сказать, кому не похуй на волос. Девушкам очень важны волосы. Где-то там они все же в платках ходят постоянно. Все, им очень жалко. Они их снимать не хотели даже. Мы не знаем. Она говно в нее кинула. Это я плохая, потому что я сигарету не отдала. Это ты, Юля, сдала. А когда дали всем правила, ты их нарушила. Получается, крыса, ты... Нарушила я еще. Вот и все. Нарушила. И когда... Хуй, вот что? И когда ты не можешь просить прощения, ты просто берешь и бьешь с под тяжка. Я тебя не хотела... Слушай, нет у тебя какого-то отсыла в гигантское прошлое. Как будто бы мы находимся в каком-то школьном коллективе. Да как дети, блядь, как дети. Да, да. Вот просто незнакомых людей в один класс поместили. Они сейчас свои какие-то качества показывают. А ты... Вот ты как крыса поступил. А нет, это ты крыса. Ну да, крыса. И чё? И чё? Нельзя так поступать. И чё? Ты вообще ебать не должна поступать. Так не поступают, потому что ты крыса. И чё? И чё? Это диалог вот... Ужасно. ...вот 28 минут уже идёт. Минут 15 этого диалога. Тупого просто. И чё? И чё? ...просить перед тобой прощения. За то, что ты меня послала. За что? Просто я первая подошла к тебе и попросила прощения. Сейчас нужно было просто сказать, Юля, проси, что я тебя послала. Но ты убрала подраться. Ты крыса, Настя. Всё. Мне нечего сказать. Несмотря на драку, Анастасия Дроздова... Синяки поставила. Да табло. Видимо. Ховоз. Теперь, девчонки, всё нормально. Я не знаю, ей давление нужно, может, померить. Она реально всегда красная. У неё сосуд в башке лопнет какой-нибудь скоро. От натуги, от драк этих криков. Не надо драться. Желание курить. Она прям реально... Она одна пунцово-фиолетовая из них всех. Посмотри, у них у всех. Да, да, да. Это всё ишки-дюшки, блядь. Реально. Или будет платок перетён. Она нездорово выглядит. Как будто вздувшийся труп. Они, посмотри, с балансом белого всё нормально. У них у всех цвет кожи кожаный, а у неё пунцово-фиолетовый. Вот она как будто обгорелась. Как будто из солярия вышел, блядь. Залупа такого цвета. Да, да, да. Чуть ли не синяя. Которая не открывается. Да, да, да. Перетянула кое-нибудь. Пожалуйста, блядь. Фимос, нужно подрезать платок. Будьте умнее кто-нибудь. Мы можем всё оставить вот здесь в конюшне. Не, за то, что ты всё послала мне... Это то, что ты меня ударил первое. Всё, давай, извиняюсь. Ебать. Так бы сразу. Подрались бы, да помирились. Всё. Я не понял, да. Это правда, примемся, сестры! Мир на час. Сестры, кто работает, тот ест. Господь благословляет вас за честный... Блядь, вот я бы тоже поехал жить, на самом деле. Там, я так прикидываю, там просто надо поорать, поубирать. Мне сразу раз, и овощи, и фрукты. Мне в целом в жизни много не нужно. Если вот на такое обеспечение попасть, вообще отлично. Сидит, типа, в рубашке, в пиджаке, в этих наушниках оттайпал. Да мне ничего в жизни не надо. Сзади какой-то этот суперскейтборд гигантский. Подсвет. Дорогой, блядь. Дорогой, блядь. Стабилизатор там, нихуя. Микрофон у него с поп-фильтром. Я бы на старе жил, за еду работал. Да, конечно. О, пожрать мы любим. Спасибо большое, сестра. Побегаем. Самое главное, всегда помните, как на меня сейчас смотрит бог. Вот давайте сами себе оценку. Суперз. Давайте. А еще красной рыбки вы сюда. Сестра, где рыба-то наша? Рыбка-то где? Али, без работы. Просите, и дано будет вам. Просите. Просите, и дано будет вам. Такой позиции. По условиям проекта, каждая из сестра выполняет двух участниц в качестве своих подопечных. Реально. Сестры будут помочь. На сережку поймать кого-нибудь. Вообще изи, спокойно. Волосы намотался, это раз и в речку. Отлично. С грешницем в их трансформации. Сестры собираются вместе, чтобы поделиться тем, как идет процесс душепопечения. Я заметила, что сегодня все девочки... Душепопечения. А есть душепопереники. Я заметила, что они все время убирают только одну полянку. Четыре сестры. Больше никак не закончены. Так ветра дует, что туда всегда надувают листья. Аномальные зоны. Старались. Ну, а противостояние у нас таки сегодня случилось. Опять же, кстати, обратите внимание, с кем? С Юлией Бали. Столкнулись Анастасия Дроздова. Причем мы даже не успели, мы вообще не поняли, что случилось. Возьми любую ситуацию, там конфликт. Вот что-то есть, какое-то непринятие, я не могу понять еще, что случилось. Они должны понять, что именно им нужно для того, чтобы измениться и качественно поменять свою жизнь. В эту ночь, 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 я твой конч, 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 мысли прочь, 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 да я за 500, но почему-то конч. Кончь за 500. Сегодня день трансформации Анны Ашаниной. Анна уже рассказала сестре Татьяне о взаимоотношениях с матерью, о своей обиде и обвинении матери в предательстве. А с Натальей Давыдовой, у которой тоже были серьезные проблемы в отношениях с мамой, Анна поделилась желанием перестать быть содержанкой и начать обеспечивать себя самой. Но пока, как считает Анна, ей не хватает внутренней опоры и поддержки семьи. Разбираться. Ужас. Моня, ну что? Я надеюсь, что все будет хорошо. Пойдем, пойдем, внутренний сюрприз. Сюрприз! Привет, моя красавица! Я тебя люблю. Сейчас мама такая, ну ты, конечно, нафантазировала. Давай закрою эту тему. Не придумывай. Нет, нет, это мама в детский лагерь приехала. Чудо мой! Чудо мой! Ты мне стейк из привезла! Анна Ашанина не виделась с матерью пять лет. Все это время их общение сводилось к тяжелым звонкам раз в месяц. Анна считала, что мать ее предала, когда не защитила от отчима. Но мама Анны, Оксана Клименко, после того, как узнала, что дочь стала участницей реалити, чтобы вернуть доверие... ...решила посвятить ебалом. ...с ней сразу собрала вещи и приехала из города. Я вот перед тем, как поговорить с дочкой, я хотел бы сказать, что я продаю вязаные игрушки, свитера у меня с инстаграм. Даже если что не купите, просто лайкните и прокомментируйте, это помогает моим охватам. Она такая, из-за тебя, блядь, мелкой пиздюшки, я мужика потеряла. Тебе, тебе не стыдно? Так она троих мужиков потеряла. Давай, сядем, чайку попьем, поболтаем. Ой, красотка моя. Красотка. Все ногти сняли, ты видела, мама? Вот ты видела, порезалась, готовила как. Нечего. Ногти, маникюр, педикюр, все сняли. Ресницы, это я не крашусь особо. Научишься готовить. А болячки заживут, и ногти вырастут. Я умею готовить. Ну не все, конечно, умею. Еще убираться научишься. Да я умею, мама. И деньги будешь экономить. Я не хочу их экономить. Никакие уборщицы тебе не нужны будут. Месила, мам. Какое? Чего? Какое? Коровье. За коровью убирать. А, говно месила. Это было самое ужасное, что я испытала. За коровью надо было убирать. Потом мыть ее. Ближе к проблеме, блядь. Ты научился доить корову? Ну, можно так сказать. У меня был разговор откровений с сестрой. И я рассказывала ей, что меня тревожит. Мне не хватало в детстве слов любви, заботы. А, именно в детстве? Именно в детстве. А, то есть я виновата, да? Ну, понятно. Да, вот этот я имела в виду. Не знаю, нахуй я еще приехала. Я, значит, работала 24 на 7, 8 смен. Хуярила, чтобы купить тебе книжки, тетрадки, ручки. А тебе любви не хватало, да? Ясно. Неблагодарная дочь ты. Когда училась, когда у тебя были другие мужчины. То есть ты видел, что я заняла место мужчинами? Да, в твоей жизни кто-то был кроме меня, и мне было плохо от этого. Вот у меня вот такой вот вопрос. Не эгоизм ли детей это на самом деле? Нет. Ну, как, блядь, нет? Вот смотри, я логично стараюсь просто рассуждать. Мы с Никитой часто это обсуждаем. Дети не просили, чтобы ухорожали. Тебя родили, ебать, сделай все для меня, что я заслуживаю. Кормить, любить, уделять внимание. Кормить, любить, уделять внимание. Но прекрасно же понимаешь о том, что ты должен строить свою личную жизнь так же. Да, но, блядь, это твои проблемы, не ребенка. Блядь, ну, допустим, просто прикидываем про ситуацию. Нельзя ответственность какую-то на ребенка перекладывать. Я не перекладываю ответственность на ребенка. Я о том, что нет ли случайного, знаешь, заскока какого-то в голове. О том, что переоценила она тот момент. Не она конкретно, ладно. Просто берем девочку, которая, в принципе, росла. У нее были несколько отчимов, что-то еще. В целом все было нормально. И она живет с проблемой такой. Вот мама меня не любила, потому что вот как так. А мама вот реально делала все. Она работала, херачила очень много. Значит, было недостаточно. Я не верю в то, что дети, которых любят, вырастают и говорят, меня не любили. Если тебя любят, ты это чувствуешь и понимаешь. Может быть. Просто я сталкивался с такими ситуациями о том, где родители реально фигачили на нескольких работах, чтобы прокормить своего ребенка. Значит, недостаточно. Недостаточно ты дал ему любви. Нахуй ты его родил. Блядь. Ты виноват, блядь. Ты не сделал всего, что должен был. Дети же реально, они же не просят, чтобы их рожать. Нет, блядь, понятное дело, но такая, знаешь, ты же никогда не знаешь, что с тобой случится, блядь. Понятное дело, да. Ну вот признай, просто в этой ситуации ты накосячил. Блядь. Блядь. Ты работал? Хочешь сказать, ты все свои ошибки признаешь. У меня дохуя ошибок за жизнь, я еще дохуя совершу. Нет, не признаю, мне нужно много времени, чтобы осознать. И мне нужно тыкать очень долго. Я еще буду ругаться. Ой, блядь, тебе надо долго тыкать, точно. Я буду еще ругаться. Я что-то, я просто сколько раз, ну, мы как начали снимать вместе, я столько раз сталкивался с тем, что я тебе говорю потом, вот эта история, и ты такой, блядь, да, да. Нет, реально, ты долгий, я что-то иногда слушаю тебя такой, да, слушаю, да, потом думаю, э, хуя, нет. Он не понял ничего. Но зато, если я пойму, я пойму наверняка. Ну да, это факт, да. Так что да, есть ошибки. Я хотела устроить себе жизнь, чтобы полегче себя поднимать. Мне хотелось. Она не получилась. Ну, не получилось, нет. Ладно бы, если бы действительно человек стоящий был. Я поняла про, что ты говоришь сейчас. Сережа, это весь тот период времени, когда он козни строил, это было для меня кошмаром. Он мне тоже домогался, он решил проверить, какая я девственница. И ты даже не стала бы слушать меня, вот за что у меня какая-то самая страшная обида. ты поверила ему, я не знаю, что можно наплести тебе. чтобы ему поверить. Да, чтобы ему просто поверить. не плачь. Не плачь. Не плачь, не плачь. Так, а что, мама-то сейчас ей верит или нет, она не скажет? Я так и не понял. Я тоже. Я поэтому паузу не ставлю, я внимательно слушаю. Она молчит, потому что... Чтоб каждый при своём остался, типа... Ну не пил же, и не пил, и что? Он же проверить хотел, не трахнуть. Зая, ты что, Аня, не понимаешь? Бля, ужас какой. Давай всё это отпустим, забудем, как страшный сон. Нет, 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 нет. Давай проговорим. В смысле, отпустим? Ты извинись как-нибудь нормально, мне кажется. Ну, как бы, может, она не умеет извиняться, потому что многие не умеют и говорить слова любви и извинения тоже, просто они даже не знают, как это делать. Но я бы на месте мамы как-то уж постарался бы получше. Я поздно поняла, что поздно поняла, что дороже детей никого нет на свете. Бля, ну заебись говорить, когда ребёнок уже вырос об этом. Одна, я испугалась, что я не смогу тебя поднять. И поэтому я искала помощь мужчине, ну, больше, наверное, в деньгах. Но потом как бы так вот я поняла, что не только помощи нету, и жизни-то с ним, да, никакой. Ты сама всё видела, сама всё знаешь. Ну да. Ну вот, поэтому одного сменивать на другого, я поняла это уже ближе, наверное, к 30-ти годам. Каня Ашаниной и её маме Оксане Клименко… На самом деле, батя, блядь, потому что мама, в принципе, могла поднимать её одну, если бы папа хорошо помогал. И не было бы проблем в поисках мужчины и так далее. То, что вот основная проблема, ну, основная обида на маму, потому что уже был более осознанный возраст такой у неё. Что вот, знаете, как бы… Потому что она с мамой желает содержания. А так-то я считаю, что батя – пиздец гондон. Я когда увидела, как вы встретились, я тоже расплакалась, мне так радостно стало, это были такие эмоции приятные. Насколько нам для счастья, оказывается, нужны близкие люди? Да, и мало нужно для счастья, чтобы был родной человек. Семья, которая тебя поддерживает, любит. Да. Ты получила ответы на некоторые вопросы? Мне кажется, ведущий как будто робот, если честно. Я на неё смотрю, она прямо такая высокая, кожа идеальная. У неё даже на игру смотрю, у неё соски торчат, как будто бы вот что-то там, блядь, ненастоящее. Чувствую. Ну, получилось. Прощайтесь. Мамочка. Что ты? Не хочу там расставаться. Я знала за собой вину, но так как мне казалось, что Аня всегда маленькая, я не могу ей это всё объяснить. Я почему-то думала, что она ничего не понимает. Я действительно её люблю. Я представляла, как я ей это скажу. И, вы знаете, у меня прямо текли слёзы. Мне кажется, я не скажу об этом. А когда я её увидела, мне не было трудной этой. Я понимала, что надо. Надо это сделать, надо всё сказать. Но я не могла это сказать, я не могла это преднести, потому что я опять же боялась её ранить. И слава Богу, что всё сейчас, это всё решилось. Как-то быстро. Быстро они все проблемы решили. В монастыре в восемь вечера по расписанию время ужина. Монашеский ужин… Чё, драться будем? Это, как правило, одно основное блюдо и компот, или травяной чай. Трапезу сёстры готовят сами. Чё варим сегодня? Я ещё рагу. Овощное рагу давайте? Давайте. Юлия Бали на ужин не пришла. У неё начался приступ головной боли. Ну, конечно, по голове настучали два прямых… Монахиня сообщила участницам о болезни Юлии и попросила проявить заботу о сестре. Вы определитесь, кто пойдёт. Угу. Он ничего не должна себе сделала сама. Анастасия Дроздова не очень хотела, но всё-таки пришла навестить Юлию Бали, с которой они несколько часов назад подрались. Я тебе вот что принесла. Спасибо, Настя. Пупсичек мой. Мерзко. Курага, у тебя чаёк. Мы не нашли лимончика. Спасибо, малышка. Ещё сильно больно. Будешь пиздеть ещё больнее. Реально, из-за того, что она ей шишек наставила. Там ни капли сожаления в голосе вообще нету. Что, больно? Да, пиздец. Да. У тебя не сотряс, ничего, нормально, просто больно. Я тебя никуда не била вообще. Вы с тобой как-то ударились. И поэтому голова болит? Или тебе просто плохо? Всё, ладно, я пойду готовить ужин. Заяву накатай, побои сними. Мы там придём все. Блин, вот я смотрела на неё, мне так стыдно теперь, ужас. Да, вообще не скажешь по тебе. Прям вообще плохо. Я на неё так посмотрела, так жалко выглядит там. У неё всё лицо, короче, что-то это красное, у неё шишка какая-то. Кто бы говорил про красное лицо. Ой, за лупу вылезла, смотри. А сейчас не красное. Моя душу грешную. Может платок не давит уже больше. Господи, прости. Господи, прости. Я не хотела ей сделать больно, я хотела сделать ей очень больно. Юль. Я не хочу не пить никого. Смертно. На, покушай, пожалуйста. А что ты плачешь? Что у меня кровь с головой у меня? О, сотряс. Потому что у меня головы шах. У меня кровь с головой. У меня кровь с головой. У меня кровь с головой. Что голова? Ты уже сотряс. Тебя тошнит? А, Юль? Да. Тошнит? Точно сотряс. Да. Не хочу есть пока вообще. Ну, если тошнит, то это уже сотряс. Ну, все, Юль. Ну, что? Бог поможет. Ну, полежи ты все пройдет. Ну, компрессико сделайте. Что это нужно при сотрясе делать в таком легком? Да, наверное, компресс какой-нибудь можно сделать. Ты все. Я бы таблетки не стал пить, потому что я не знаю. А вот какой-нибудь компресс можно. Ну, вы такие злые. Просто. Ремень на голову так взять, натянуть, чтобы голова не тряслась. Больше все зафиксировать и лежим. А то он, блядь, по голове стучал, танцует, жопа виляет. Тут такая. Тяж, барин, а ну не трогай. Девочки, ну хватит. Ну чего? Я сама с собой, чего? Ну зачем? Ну, видите же, и так ей плохо. Я бы хватит, ну пожалуйста. Тихо, тихо. Ну пожалуйста. Тупые какие-то. Девочки, все. Мы в лодке. Она уже сама… Наш! Она уже сама вас просит. Ну, имейте уважение. Мы поначалу думали, что она все… Потому что она ноет, ноет. А потом резко и становится плохо. Что-то ей прямо щечку. Да она хорошо играет просто. Ну, в смысле, я уж тошнила при мне 10 раз, да. 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 Я не могла так ее напи***ть. Вы что, а что, боец какой-то или что-то? Она обраблевала прям, да. Она скупать сворцевала? Нет. Ее тошнила? Ну, да, вот сейчас. Ребят, вызывайте скорую. Сестры вызвали скорую. Я на сервиску не понимаю, что вы говорите. Какие балбески, а. Медиков. Если понадобится госпитализация, сопровождать Юлию в больницу будет сестра Татьяна. Закрой глаза. Держи такую руку. Держи руки. Ну, все смешно. Уже жалко становится, когда плачет. Медики подозревают, что у Юлии сотрясение мозга, и для дальнейшего обследования решили везти ее в больницу. Класс. Назову сотряс. Как и так. Обследование подтвердит сотрясение мозга у Юлии Бали, и она напишет заявление в полицию. О, ебать. Даже не знаю, лицо поставить или где она в коляске? Где в коляске? На спину, конечно. А здесь лицом покажет. Анастасии Дроздовой грозит уголовная ответственность за нанесение... Ебать. Ну, это СНЗ его напишет. Да в Сербии жестко, полно, мэн. Не то, что у нас договорился, там с бутылочки подошел, извинился. Тут нет. Словное наказание. Как выбыл следующий участница. Бывает срок в Сербии, где-то там в Белграде. Ты стучал. Да я не стучал ей, это вообще невозможно. Я что, боец какой-то? В любом случае, Анастасии Дроздовой придется покинуть монастырь. В этой непростой ситуации грешницы собрались на вечерней арке для подведения итогов дня. Настя, что у тебя произошло с Юлей? Все началось с того, что... У меня охуенные кулаки. Сильнейший удар. Опять она красная. Она меня сдала. Я перешла на оскорбление. Всему нагадовали всей команды. Не, а пусть лучше, ну, как бы, сдергают, что-то там тащат. Не надо им драться. Они только попробовали, и все сотряс сразу. Я говорю, а там, прикинь, сиська лопнет. Вообще ужас. Сделала, это было некрасиво с ее стороны. Но это же вопросы к ней, это не вопросы к тебе. Этот поступок, он характеризует ее, а не тебя. Тебя характеризуют твои действия. Да, я это понимаю. Кто инициировал эту драку? Я. Ну, я поддалась на ее провокацию. К сожалению, не смогла удержать свои эмоции. Ты понимаешь, что твоя форма реакции может тебя привести к беде? Ты можешь покалечить другого человека, ты можешь ему здоровье его лишить раз и навсегда. Люди именно из-за того, что не умеют контролировать свои эмоции, попадают в тюрьму, попадают в какие-то обстоятельства, из которых очень трудно вообще потом выйти. К счастью, на этот раз все обошлось. Диагноз сотрясения мозга не подтвердился. После обследования медики разрешили. Не мусорнулась она. Так она обманывала всех, похоже. Ну, возможно, просто хотел показаться на машине. Даже шишки нет. Просто, наверное, плохо стало, знаешь, переэмоционировала. Она-то уже в возрасте, и под 40 уже. Конечно, нельзя лишних таких движений. Юля и Бали вернутся в монастырь. Головой-то она никогда не стукалась, только членом по голове максимум стучали, блядь, а тут больше усилий прижали. Ну, и как ты себя сейчас что-то будешь? Трясимо. Ну, мне получше стало. У меня нет сотрясения. Вот у меня сильный ушиб. И сказали, что мне нужно восстановить силы. Юлия Бали вместе с сестрой Татьяной возвращается в монастырь и приходит на вечернюю арку. Привет. Как себя чувствуешь? Получше. Спасибо. А сейчас, знаешь, по привычке так я решила настучать. А, не знаю, обсуждали вы это или нет, а сегодня Настя меня избила. И ты такой, блядь. Сверху, снизу огненные брызги, слева, справа, жизнь – это лава. Юль, что случилось? Я из больницы, мне намного лучше, да. Слава Богу, что тебе лучше. Гематома уже, ну, гематома осталась на голове, вот, то есть сильный ушиб. Как ты сама расцениваешь вообще вот то, что случилось? На какую реакцию ты рассчитывала, когда ты сдала свою соратницу? Я захотела быть честной самой собой. И поэтому я подняла руку и рассказала про это. Я перед тем, как поднять руку, я спросила Настя, может быть, ты сама сдашь, отдашь сигарету? Вот она меня послала. Яна не очень разозлилась, не сконтролировала свои эмоции, подняла руку и сдала ее. За что она попросила потом прощения. И я не ожидала, что в ней столько… Тут, мне кажется, так не работает. Человек сдал потом, ты мне извини, что я тебе сдал. Ну ладно, все хорошо, бывает. Не сдержалась. На, выебал. Девочки, я вас не буду мирить, вы взрослые люди, поэтому этот вопрос вы должны решить сами. В кожушном бою один на один. Вот нам октагон есть. Выйдет только одна. В каждой серии должна остаться только одна участница. Монашки ставки начинают делать. Да. Теперь о хорошем. Ты такая, давай теперь о хорошем. Будет тяжело. Смешно стало. Первая наша участница прошла личную трансформацию. Аня, как ты себя чувствуешь? Это было потрясающе, это было очень неожиданно. Я до последнего думала, да что же там за сюрприз такой. Господи, ну как, ну нет. Я еще подумала, ну не могли же они маму мою сюда привезти. И я тут захожу в ресторане, сидит моя красавица. А мама счастлива? Мама счастлива настолько, что вы просто не представляете. Ей так все это очень понравилось. И разговоры наши. И она говорит, наконец-то я услышала от тебя. Потому что я всегда боялась задеть ее чувства. Всегда была с ними очень осторожна. И здесь мне пришлось вот все это рассказать ей. Чего бы? Я чувствую себя, как будто я заново родилась. Да, она была, когда зашла в комнату, она так светилась. И по-моему, она вообще всех нас так осветила. И это было видно, что это иск. И сейчас Юля такая. Да. У одной же голова заболела. А она сказала, что когда она выезжала, она купила электронку и покурила ее. Я просто хотела уже сказать, что так с головы болит. Просто не могла молчать. Нет. И мы захотели тоже поскорее. Все сразу захотели тоже пойти на покаяние. И все на свете. Здорово. Этоги скажут, Настя, мы все понимаем. Просто ты из Усть-Куйды. Туда не летят самолеты, не ходят поезда, пароходы. Поэтому скайп. Это вот наш максимум. Да. И то нет интернета, мы просто письмо тебе привезли. Мы тебя, Аня, с этим поздравляем. Спасибо. Девочки, у меня для вас есть еще один сюрприз. Поскольку одна наша героиня покинула наш проект, поэтому я решила вас познакомить еще с одной героиней. Ура! Новая блядьня. Серьезно? Ой, блин. Нихера себе. Да, походу. Где-то, видимо, тут перестройка будет. Что? Ну какого ***? Сейчас я, блин, три раза месила ***. А сейчас придет какая-то, блин, тёлка, понимаешь, ноунейм, неизвестно. И будете с нами на ровне. Итак, прошу любить и жаловать. А она дедовщину хочет устроить? Да. Что делать? Да, видимо будет. Девушки, у вас у всех... Чего? Не те. Ну там, в целом, столько же интеллекта там, поэтому... Интересно, будет интервью с куклой, знаешь? Я поняла, не у всех ладно, у некоторых есть проблемы с контролем своих эмоций, с контролем своей агрессии. Поэтому... Если будет полоса пореза на груди, я знаю, кто это сделал. Теперь у вас будет возможность, будет возможность использовать этот тренажер. Поэтому в следующий раз, когда вы на кого-то разозлитесь, обидитесь, просто используйте этот тренажер. Только главное, не подеритесь из-за него. Это как палец из «Дети шпионов». Есть такое, да. Спасибо. Можно обнимать. Хорошо настроение. Только чернокожий. Реально. Потому что не было черных рук. Да, да. Девчонки так любят обниматься и сразу в коллективы собираться. Это у них прямо от природы дано. А ты не знал, если много девочек обнимаются одновременно, они в большую женщину превращаются? Они стремятся всегда к этому. Молитва в монастыре начинается в 7 вечера. Но на этот раз из-за форс-мажорных обстоятельств в монастыре время молитвы перенесли на 2 часа. И служба началась в 9 вечера. А Бог что ждать будет? Офигели? Да. Такой Господь сидит. Блядь. Ой. Боженька, блядь, ты какой перед кем прощением-то просить? Беззаконие мое, наипача мое, мят беззаконие моего, от греха моего очисти мя. Яко беззаконие мое, а знаю, и грех мой предо мной есть выну. Отврати лице твое от грех моих и вся беззаконие моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Божий Дух право обнови во утробе моей. Не отвержи меня от лица твоего и Духа твоего святаго, не от имей от меня. После вечерней молитвы Анна Ашанина обсуждает с другими участницами день трансформации. Как бы вывод там был один, что мы скорее всего с ним попрощаемся, когда я приеду. Не попрощайтесь. С кем? Вот. С кем попрощаешься? С парнем? Да, с моим женатым парнем. Попрощаетесь? Да. А ты как по поводу денег? По поводу денег, я буду сама стараться. На 60 тысяч? Ты сможешь отказаться от некоторых благ? Конечно, смогу. Ну, конечно, у меня там достаток свой 50 тысяч рублей. Да, это даже на еду мне не хватает. После того, как мы здесь прожили, девочки, 50 тысяч. Сейчас, стоп, мне просто интересно. Да ладно ей 27, уж скоро в башке все перевернется и нормально ей будет. И ничего, мне кажется, станет нормальным человеком. Нет, ну, просто, знаешь, как бы хочется посмотреть, поменялось ли что-нибудь у нее в жизни по инсте. А, интересно. Ты знаешь, что инсте? Да нет, не знаю, я так гуглю просто, помните, аккаунт. Ладно, хрен с ним, потом посмотрю. Ну, или напишите в комментариях. Судя по инсте, просто можно понять, насколько поменялась жизнь, закончились ли деньги, отдых на Мальдивах сейчас или где-нибудь, ну, не знаю, там, в Новороссийске. Может, Каберне вместо Шате Миньон, не знаю. Вот мы смотрите, как живем. Ну, в конце концов, я думаю, что Бог пошлет мне хорошего человека. Я поняла, что я хочу... Бля, запахло РЕН-ТВ резко от этого кадра. Либо ТВ-3, что за пиздец? Когда еще свечи горят у них... Смотри, мы смотрим, слепую бутыль какую-нибудь, я не знаю. Что это такое? Званный ужин какой-то, ужас. Ей, да, да. Картинку проебали. Хорошо сказали. В этом кадре все проебано. Я знаю, кто у них монтажер. Он просто скачал плагины туда и все поставил. У тебя нет такого, когда свечи горят, запах чувствуешь их? Я смотрю на эти свечи, я все время чувствую запах вот этих свечей. Бля, везет тебе. Может, у нас что-то горит. Нет, на свечи нет такого горит. Иди вперед, что у меня есть на это силы. У меня трава и ветер очень резко выкидывает. Я могу залипать прям сильно. Если с утра пошел куда-то, вышел, все, он с коней. Ветер дует, у меня... Долго так могу просидеть. Обалдеть. Я запах хлеба люблю вот так. Ух ты, не любит запах хлеба. Так идешь утром и только свежий хлеб, я думаешь, вааа. Это желание, что за моей спиной родной и близкий человек, который меня поддержит в любой ситуации. День завершен и закончился личной победой Анны Ошаниной. У девушки появилось осознание, как жить дальше, и она уверена, что ее новая жизнь точно не будет похожа на прежнюю. Анна впервые за 10 лет откровенно поговорила с матерью, помирилась с ней и решила перестать быть содержанкой. В следующий раз личную трансформацию пройдет другая участница. Кто? Узнаете в новой серии реалити «Грешницы на перевоспитании». Лучше бы сказали, мы уже с ними знакомы, было бы интереснее знать, кто будет. Да, было бы интереснее знать. Да, я бы жду. Ну, и итог, как ты знаешь, так резко подвели итоги в этой серии. Все, Анна Ошанина может уже ехать домой, она все для себя приняла. То есть, это были бы сделали эти выводы в конце шоу. Да не, нормально, нормально. Их много так, эти выводы будут переосмысливаться еще миллион раз. Ну, хорошо, ладно. Посмотрим тебя, а потом посмотрим. Мы знаем, что выпуски монтируются, они не уже смонтированы. Хотелось бы видеть, чтобы говорили, кто будет перевоспитываться в следующей серии. Так намного интереснее. На этом все. Подписывайтесь на мой канал, на канал Радика. Там предыдущий выпуск и следующий выйдет. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока. Все, спасибо. Пока-пока.